Добрый день, уважаемые жители Республики Сахая-Якутия. На 28 октября 2021 года на территории Республики зарегистрировано 292 новых случаев коронавирусной инфекции по данным управления Роспотребнадзора. Достаточно сложной остается санитарно-эпидемиологическая ситуация в столице нашей Республики, где зарегистрировано 147 случаев. На настоящий момент осложнение ситуации имеется в Жиганском и Кобейском улусах, в которых зарегистрировано 15 и 13 случаев соответственно. Сложность представляет собой и Мирненский и Мегино-Кангаласский улусы, в которых зарегистрировано 12 и 11 случаев. На сегодня необходимо обратить внимание на сложившуюся ситуацию в Усть-Майском районе, в котором на настоящий момент зарегистрировано 10 случаев, однако с большим количеством контактных лиц. Необходимо также обратить внимание на наши северные районы, к которым относятся Оленюкские, Мегонские и Тампонские районы, в которых зарегистрировано 9 и 8 случаев соответственно. Что касается Оленюкского района, достаточно часто в социальных сетях появляется информация о сложной сложившейся ситуации в Оленюке. Мы находимся на постоянной связи с главным врачом, с главой района и соответственно туда для помощи вылетает соответствующая группа медицинских работников для того, чтобы разрешить ряд вопросов. В 11 районах республики зарегистрировано от 1 до 7 случаев. Необходимо обратить внимание, что мы находимся сейчас в режиме, определенном указом главы республики Саха-Якутия, направленный на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. Основной целью введенных QR-кодов, которые определила глава республики Саха-Якутия, является прежде всего непередача и разрыв цепочек по передаче вируса на территорию республики. Поэтому мы сегодня обращаемся к гражданам, соответственно, уменьшить свои контакты в силу возможностей, предоставленных сегодня со стороны государства в лице Российской Федерации и Республики Саха-Якутия. Наиболее напряженная ситуация в Абыйском, Жиганском, Кобяйском, Намском, Мегинокангаласском, Уссалданском и Хангаласских районах. Необходимо обратить внимание на то, что именно во всех районах республики введение QR-кодов должно являться обязательным. И, соответственно, органы местного самоуправления должны осуществлять совместно с органами внутренних дел контроль за их соблюдением. Я уверена, что это даст нам возможность уменьшить количество зарегистрированных случаев наравне непосредственно и с вакцинацией. Сегодня для медицинских организаций достаточно сложная ситуация. В тяжелом состоянии находится 181 человек. Необходимо обратить внимание на сокращение инкубационного периода развития заболевания. Оно течет достаточно быстро. Порядка 4-5 дней развивается заболевание до тяжелой формы. На ИВЛ в целом по республике находится 37 человек. И, конечно же, медики борются за жизнь каждого. Независимо от того, где находится пациент во всех центральных районах больницах, соответствующие ИВЛы и обеспечение кислородом, оно сегодня имеет место быть так же, как и лекарственными препаратами. В республике провакцинировано около 54% взрослого населения республики. За сутки у нас продолжают проводиться исследования. И высокий уровень исследований, который проводится на территории республики, во многом превышает среднероссийский. И у нас на территории республики делается около 5522 исследований на новую коронавирусную инфекцию разными тест-системами от ИПЦР, ИФА, ИХА. Но все они получают подтверждение через соответствующие лаборатории. Необходимо обратить внимание на то, что на настоящий момент для нас базовой позицией является вакцинирование. Во всех учреждениях здравоохранения открыты пункты, в которые мы приглашаем граждан как для вакцинации, так и для ревакцинации. Хотелось бы обратиться к гражданам республики, подумайте о своем здоровье, о здоровье своих близких. Сегодня вакцина является единственным способом, которым способна предотвратить и не дать распространяться заболеванию. И течь может облегчить течение заболевания в более тяжелой форме.